Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российские общественные деятели, политик и политолог Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также задавайте свои вопросы из-за рубежа. Это код плюс 371 для тех, кто живет не в Латвии. И пишите в WhatsApp 230-619. Сегодня после убийства девятилетней девочки в Саратове начались разговоры об введении высшей меры наказания в России, введении смертной казни. Как вы оцениваете подобное? Что вы думаете? Ну, по поводу смертной казни, я думаю, что это безумие и бред полный. Она в некоторых странах сохранилась, но я что-то не знаю одной страны, где бы ее восстановили после отмены. Я думаю, что это кошмар на самом деле. Это вообще плохо. Я принципиально против смертной казни. Но в условиях нашего судопроизводства, где у нас примерно четверть процента оправдательных приговоров в наших судах, где у нас все коррумпировано снизу доверху от постового мента до вообще судей высших судов, это, конечно, ужасно и недопустимо. Я, правда, думаю, что этого не случится. Я думаю, что юридический корпус России все-таки на это не пойдет. Я думаю, что российским властям тоже это совершенно не нужно. Это не даст им тех выгод, которые оправдают, окупят потери. Ну вот в Саратове, например, решили разработать такие так называемые безопасные маршруты для школьников и даже в какой-то момент сказали родителям, что им нужно будет ходить только там. Их детям обязательно не отходя куда-то в другие направления. Как это может быть вообще реализовано, на ваш взгляд, подобный алгоритм маршрута и является ли это определенным признанием, может быть, беспомощности правоохранительных органов? Ну, конечно, являются. Они сразу говорят, фактически что они говорят, что мы можем обеспечить безопасность граждан и детей только вот на этой части территории города. А на других частях территории города мы не можем этого обеспечить. Надо сказать, что это в разных странах бывало. Вот, допустим, где-то в 80-е годы совершенно всерьез говорили в Нью-Йорке, а ты не ходи в Центральный парк ночью. Вот ночью в Центральный парк не ходи, да? Но сами нью-йоркцы понимали, что это абсолютно неприемлемое положение дел. Вот, и в конце концов, полиция восстановила контроль над всей территорией города. И, в общем, все стало нормально. Укажется, это признание поражает. Можно ли говорить о том, что Россия сегодня небезопасна для своих жителей? То есть, насколько опасно сегодня ходить по улицам в целом? Вы знаете, ну, трудно сказать. Уровень преступности достаточно высокий, но незапредельный. Незапредельный, да? И я, например, по улицам хожу все время, и ничего со мной пока не случилось. Хотя, конечно, кто же знает. Но тут ведь плохо вот что для нашей. Наша ситуация плоха тем, не только тем, что у нас высокий уровень преступности, достаточно, и есть криминогенные районы. Они действительно есть. Но тем, что граждане не чувствуют, что государство их защищает. Понимаете? И вот были всякие опросы среди подростков, молодых людей. Они больше боятся полицейских, чем преступников. То есть, полицейский, он не защитник для многих людей. Не защитник, а враг. Это не значит, что среди полицейских нет порядочных людей. Конечно, есть. И порядочные, и самоотверженные, и вообще какие угодно. И более того, я даже таких встречал. Но образ, знаете, американцы говорят, perception is reality. Восприятие это и есть реальность. И вот образ, он, к сожалению, ровно такой. Люди боятся своего государства. Государство не служит людям. И это проявляется во всем. Это проявляется в том, как оно организовывает городскую жизнь. Это проявляется в том, как оно организовывает экономику и внешнюю политику. И это проявляется во взаимоотношениях граждан с полицией и с преступниками. Вот сегодня очень многие обратили внимание на то, как испанская полиция разгоняла демонстранцев в Барцелоне, в Каталонии. И что реакция Запада, которая ожидаемо была в какой-то степени на то, что происходит, она не последовала. С другой стороны, вот даже в латвийском сегменте Твиттера обратили внимание, что когда подобное происходит в России, сразу многие об этом говорят на уровне МИДа, чуть ли не президента. А здесь тишина. Вот как вы считаете? Насколько это справедливо? Вы знаете, мне трудно оценивать испанские дела, но я был пару лет назад в Каталонии, когда она вся была завешена каталонскими флагами. И понятно было, что это действительно воля значительной части народа, и с этим надо считаться и ссылаться на то, что у нас в Конституции этого не записано. Ребята, так запишите, коль у вас не записано. Конституция должна для людей работать, а не наоборот. Но с другой стороны, я не могу не обратить внимание на то, что каталонские, барселонские протестанты, они совершали акты насилия. Они сжигали машины, они били витрины, они действительно нарушали общественный порядок. Это правда. Я не уверен, что адекватная реакция полиции испанской, я не уверен, что вообще оптимальное их поведение в Испании. Испанских властей в этой ситуации более того, думаю, что нет, не оптимально. Но сравнивать московские абсолютно мирные протесты. Понимаете, вот за московское время московских протестов, я сам в них участвовал. Не было поцарапано ни одной машины. Вот поцарапано не было. Не было разбито или поцарапано ни одного стекла. Не прикрывалась ни одна улица. Никому совершенно не причинили никаких неудобств, а тем более унижения или физического насилия. Это был абсолютно мирный протест. Поэтому, мне кажется, сравнение не совсем, ну, мягко говоря, не совсем адекватно. Как неадекватно сравнение с желтыми жилетами, которые тоже за каким-то дьяволом сжигали машины. Я вот не понимаю, если ты недоволен общественным устройством, то зачем сжигать чужую машину? Почему тебе от этого будет легче? По-моему, не будет. Ну, сегодня многие называют те события, которые разворачиваются вокруг московского дела, таким вторым сезоном сериалов. Или некоторые цитируют известную песню Аллы Пугачевой «Я так хочу, чтобы лето не кончалось». Куда это всё, к чему это всё может привести? Опять новая волна очередная и куда всё идёт? Значит, всё идёт к усилению репрессий. Значит, понимаете, вот я психолог, у меня представляли разными позициями, но на самом деле я психолог по образованию и, главное, по идентификации. Да, стоит добавить. Я себя чувствую. Я себя чувствую психологом. Понимаете, для нас, для нашей профессии, очень естественно пытаться поставить себя на место другого человека. И вот я пытаюсь поставить себя на место, страшно сказать, Владимира Владимировича Путина. И я не вижу для него другого пути, кроме усиления репрессий. Понимаете, он ничего уже, ну он и коллективный он, да, его команда, его власть, которая сейчас у нас в России по недосмотру Господу Бога правит, значит, она ничего не может предложить стране. Она не может предложить стране нормальной, хорошей жизни, потому что у нас экономика стагнирует, а жизнь ухудшается. Конечно, раньше мы жили хуже. Конечно, сравнивать там с советской властью, это, ну, Бога гневить. Понятно, что сейчас мы живем лучше, да. Но важны же, знаете, важна не абсолютное значение, важна производная. Важно, куда это движется. Вот это движется вниз. Это движется вниз самой-самой аннексии Крыма. Вот как мы Крым взяли, так, значит, вот соединили, вернули в родную гавань. Так оно вниз и пошло, в смысле качество жизни людей, да. И, очевидно, что ничего здесь предложить нельзя, да. Сделать как-то так, чтобы экономика начала расти, ну, нет, она не начнет расти. Это, в общем, на самом деле, ежу понятно уже давно, да. Из изоляции выйти не получается, ну, и так далее, и так далее, да. Какую-то духоподъемную идею предложить больше не получается, ее больше нету. Потому что нет второго Крыма, понимаете. Нет территории еще одной на земле, которую можно было бы взять вот так, практически забесплатно, без жертв, там, и так далее. Если они сунутся освобождать вас в Риге, то это, в общем, плохо кончится. Это НАТО, это еще чего-то, ну, и так далее. В общем, этого, понимаете, лучше меня. Поэтому они ничего не могут предложить. И поэтому, чтобы удержать власть, нужна сила. И вот эту силу они используют. Чем дальше, тем больше. Я не думаю, чтобы они дошли до сталинского уровня репрессий. У них и тестикул не хватит на это дело, и главное, что это не нужно им абсолютно, да. У них и ресурсов нет, ну, это невозможно. Но то, что репрессии будут увеличиваться, усиливаться, вот это у меня не вызывает никаких сомнений, к сожалению. Вы упомянули Ригу, и сейчас по Фейсбуку бродит скриншот Натальи Поклонской, в котором она якобы тут задает вопрос, как по-латышски, литовски, эстонски будут вежливые люди. То есть, это такой намек на то, что в сторону стран Балтии посматривает Россия. Ну, я не исключаю, что это фейк, она все-таки не такая дура. Хотя, может и правда, пойди проверь. Вы знаете, Кэш посматривает, но посматривает скорее виртуально, без намерения это реализовать. Потому что я критически отношусь к политике Владимира Владимировича, в общем, к нему лично. Но я не считаю его дураком. Вот ни в коем случае. А начать войну со стороной членом НАТО, это дело очень дорогое. Может быть, мировая война не начнется. Я не знаю, как будет мир реагировать. Но то, что он будет реагировать крайне жестко, и все это будет стоить вообще... А может быть, и начнется, бог его знает. Все-таки НАТОвские части, символические, которые поставили у вас в Литве и в Эстонии, они ведь для чего стоят? Не чтобы там реально отпор давать, они слишком маленькие для этого. И, как я понимаю, легко вооруженные. Они стоят для того, чтобы было понятно, что, ребята, если вы начнете эту операцию, то вы, не дай бог, убьете кого-то из солдат стран НАТО, давно в НАТО состоящих. Не, так сказать, новичков, как вы относительно, а вот как бы базовых стран НАТО. Надеюсь, никого не обидел этим. Ну, просто вот реальность такова, да? А на это мы ответим. Поэтому я думаю, что все-таки, ну, пока на том уровне безумства, на котором мы сейчас находимся, вам оккупация не грозит. Пока. Но безумство возрастает. Вы знаете, если бы 6 лет назад кто-нибудь сказал, что мы будем аннексировать Крым и воевать на Донбассе, то его бы держали за сумасшедшего, абсолютно, да? А вот нет, случилось. Так что, знаете, был лозунг скаутов, такой, который потом украла пионерская организация наша. У нас это было «Будь готов», но по-английски это звучало «Be prepared». Это немножко не то же самое, как вы понимаете, «Будь подготовлен». Так вот, «Be prepared», господа. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон напрямого эфира. Звоните нам, звоните также из-за рубежа, код плюс 371. Леонид Гозман у нас на прямой связи. Да, фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинили, назвали, вернее, иностранным агентом. Не так давно прошли у него обыски. Насколько, на ваш взгляд, велика для нынешней российской власти угроза от Навального и какая она? Ну, во-первых, у нас между названием и обвинением, обвинением и осуждением дистанция минимальна и даже как бы незаметна. Вот, поэтому, да. Значит, понимаете, фонд Алексея Навального, он, конечно, очень опасен, потому что Навальный до недавнего времени был единственным человеком, который мог собирать массовые мероприятия. Вот, сейчас появились другие ребята, у нас как бы развиваются ситуации, развиваются в правильном направлении, вот, в том числе в направлении демонополизации, протесты, это тоже очень важно, мне кажется. Вот, но до недавнего времени он был единственным. Его разоблачительные фильмы, там, например, там, фильм «Он вам не Димон», про Дмитрия Анатольевича Медведева, где он на него гнусно клевещет, значит, посмотрело уже больше 30 миллионов человек. Понимаете? То есть, это больше, чем смотрят по федеральным каналам, там, и так далее, да. Поэтому, конечно, они его боятся, да. Кроме того, он как-то так создал такую машину разоблачительную, да, что они все под нее попадают, а поскольку они все, как бы, как бы это сказать, нет, если я скажу, что они все воры, то меня подадут в суд, да, как бы так. Ну, вот, видимо, среди них, скажем так, много людей, у которых есть что разоблачить. И поэтому они его, естественно, естественно, они его боятся. Но это вообще дурь полная, понимаете? Ребята ФБК, ну, вот в этой структуре Алексея Навального, они ребята умные, опытные, хитрые, смелые, грамотные. И они вот этих тупых чекистов, они переиграют вообще на раз, понимаете? Ну, уже ведь это много раз было доказано. Борьба требует, ну, если это не просто там, понимаете, там, мужики дубинами машут, да, а если это все-таки хоть чуть-чуть повыше, то борьба требует интеллекта. И по интеллекту они очевидно выигрывают. Очевидно выигрывают. Поэтому я думаю, что они победят. Но, тем не менее, говорят о том, что рост Навального, как фигуры, рост его популярности и влияния, он остановился и дальше не идет. И это некий предел, и власть, соответственно, его не боится, потому что понимает, что выше он не прыгнет. Вот как вы считаете, есть такая проблема? Ну, если это проблема, то это проблема Алексея Анатольевича Навального, а не страны, понимаете? Проблема рейтинга, как кого-то, это твоя проблема. Я думаю, что если бы власть его не боялась, то она бы не устраивала охоту на него и его сотрудников, его товарищей по всей стране. По всей стране, по всей Руси Великой идет охота на его штабы, на его активистов и так далее. Их сажают везде, понимаете? От Владивостока до Кюнисберга. Вот везде совершенно за ними идет жуткая охота. Это означает, что власть их все-таки боится. В какой степени реально, что действительно ли остановился рейтинг? Ну, кажется, притормозил, скажем так. Кажется, притормозил. Почему? Ну, есть разная гипотеза. Есть, допустим, такая гипотеза, что он полностью отыграл антикоррупционную тему. Вот сколько можно было на борьбе с коррупцией взять, да? Столько он взял. А следующие как-то не очень получается. Он сделал такой профсоюз, который требует зарплаты по закону и так далее. Но как-то вот это не очень пошло. Поэтому я не знаю. Но, понимаете, меня, честно говоря, волнует не политическое будущее Алексея Анатольевича Навального при всем к нему уважении, а меня волнует политическое будущее моей страны, из которой я не хочу уезжать. Хочу, чтобы она была нормальной демократической страной, а не тем вообще, что она собой представляет сейчас. И в этом смысле мне кажется, что я думаю, что появятся другие люди. Это не значит, что Навальный сойдет со сцены. Может, и не сойдет, может, он еще и в президенты пробьется, бог его знает. Да, всяко может быть. Но я думаю, что появятся рядом с ним, ну, не рядом с ним, а на том же уровне появятся его конкуренты, которые будут конкурировать за протестный электорат, за внимание недовольной части публики и так далее. И я думаю, что это очень хорошо. Понимаете, это очень хорошо. Это не должно быть монополизировано одним человеком. Это должно быть разное. Просто претензии ему предъявлять, что ж ты такой-сякой монополизировал протест. Ну, ребята, ну так вы тоже шевелитесь, понимаете, что-то делаете, и не будет монополии. Вот они стали делать, и нет монополии, понимаете, и слава богу. Так что к Навальному-то только, так сказать, ну, там я не согласен во многом с тем, что он говорит, да, но тем не менее за то, что он делает это в борьбе с системой, ему только благодарность и уважение от меня. Хотя, если он будет президентом, я буду к нему в позицию. Это совершенно очевидно для меня. Но это не важно. Это не важно. То, что он делает сейчас, он делает отлично. Спасибо ему за это. Но то, что другие появились, которые тоже делают, класс, здорово. Мы в правильное направление движемся. Ввиду ваших политических взглядов, Навальный вам скорее оппонент, чем сторонник. Понимаете, в чем дело? Это ведь всегда такое динамичное. Да, вот это вопрос как бы коалиции, пусть не писанных, да, но благ антигитлеровская коалиция. Там США и Сталин, да, ну, лед и пламень, да, а вот ничего, они были коалиции. Вот, потому что был, так сказать, общий враг. Сейчас я хожу на митинги Навального, когда он их организовывает, ну, вообще стараюсь ходить. Вот, я стоял в пикетах с требованием его освобождения, когда его посадили там и так далее. И в этом смысле, конечно, ну, я его воспринимаю как союзника, естественно. Он меня, наверное, никак не воспринимает, а я его воспринимаю как союзник. Вот, но если мы все вместе, не только он и я, так сказать, а вот вся та часть общества нашего, которое хочет нормальной жизни, демократии и так далее, если мы победим, когда и если мы победим, даже не если, а когда, когда мы победим, да, то будет другой расклад, понимаете, будет другой расклад в стране. И в этом другом раскладе я думаю, что Алексей Анатольевич Навальный будет мне оппонентом, скорее всего. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Леонид Гозман у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами Леонид Гозман, политолог, политик, общественные деятели, психолог. Здравствуйте, Леонид Яковлевич, еще раз. Здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот вы упомянули, кстати, я обратил внимание, что назвали Калининград Кенигсбергом. Не оговорка получилась? То есть до сих пор считаете название? Да нет, у нас как-то обычно, все-таки я тоже обычно называю Калининград, потому что, ну, понимаете, я вырос в Ленинграде, да, никогда не любил Владимира Ленина, но, тем не менее, в конце концов, ну, как называется, вот. Просто в Калининграде очень многие город называют Кенигсбергом, я относительно недавно там был, и они многие говорят Кенигсберг. Кстати, я думаю, что, конечно, Кенигсберг к нынешней Калининграду и бывший Кенигсберг, он все-таки будет Кенигсбергом, и я не думаю, чтобы он оставался в нашей, так сказать, юрисдикции навсегда. Вот. Хотя пытаюсь установить телефон, чтобы он все-таки немножко лучше. То есть, вы считаете, что Калининград отойдет потом к Германии, например? Ну, понимаете, вопрос в том, что вообще как сохранять... Как вообще сохранять это государство, да? Оно в тяжелом положении, потому что, понимаете, у него нет психологической легитимности. Вот, психологическая легитимность – это не юридическая, немножко другое. Это когда люди согласны с этим. Вот у нас там психологическая легитимность, юридическая легитимность Николая II накануне отречения была такой же, как в момент коронации. Однако накануне отречения он же царем фактически не был, да? Вот, у нас нет электоральной легитимности. Все знают, что Путин президент не потому, что за него проголосовали, а за него проголосовали, потому что он президент, все наоборот, да? У нас нет такой легитимности успеха, которая была, допустим, у Аденаура, у многих других. Ну, потому что у нас от Крыма осталось похмелье экономиков, стагнации, как мы говорили, жизненный уровень падает и так далее. И вот у людей возникает естественный вопрос, а зачем все это, да? Почему они должны принимать этот власть, почему они должны принимать это государство и так далее? Государство пытается придумать какие-то идеологии дурацкие, путинизм какой-то и так далее. Но это все для чего? Чтобы убедить граждан в том, что никакой другой власти быть не может, что они самые лучшие, единственно возможные и так далее. Но за ним возникают сомнения, в том числе, конечно, у дальних регионов возникают сомнения относительно того, а зачем они находятся в составе империи, да? И эти регионы, это понятно кто? Это Калининград, конечно, или Кейнерсберг, который анклав, который окружен со всех сторон странами европейского сообщества и НАТО, понимается? Где люди видят, что везде у соседей живут лучше, чем у них. Ну, так тогда зачем оставаться? И это Кавказ, Северный Кавказ. Это, может быть, некоторые наши республики. Может быть, это Якутия, может быть, это какие-то Приволжские республики. И, может быть, это Дальний Восток, где реальные связи, реальные такие повседневные связи, допустим, с Японией, с Южной Кореей, с Китаем, сильнее, чем со столицей Метрополии, да? Вам проще долететь до Токио, чем до Москвы, проще и дешевле. Ну, вот так. Я думаю, что такая дезинтеграция России, я не призываю к этому, не потому что это запрещено, потому что я опасаюсь, что это, может, очень тяжело для всех, и болезненно, и, может быть, даже, не дай бог кроваво. Но это такой сюжет возможный. То есть получается, что Россия в этом смысле не очень стабильна сейчас, по вашему ощущению, как государство, целостное государство? Я думаю, что Россия как целостное государство очень нестабильна сейчас. Это не значит, что она развалится в ближайшие год-два. Понимаете, вот тут удивительная такая вещь. С одной стороны, вот есть такие признаки будущей революции, распада и так далее, которые обычно повторяются в разных странах. Раскол элит, там многое-многое другое, да? У нас, вроде бы, ничего этого нет, да, с одной стороны. С другой стороны, я не вижу людей, вы знаете, вот не вижу ни в одной социальной страте. Я не вижу людей, которые готовы, которые, ну, любят это государство, понимаете? Для которых это государство свое, которые готовы его защищать и рисковать жизнью ради него. И ради его персонификаторов, ради президента Путина, ради других. Вот в августе 1991-го такие люди были. И нас было 100 тысяч человек, которые я имел честь быть там же, да? 100 тысяч человек, которые встали вокруг Белого дома. И это мы предотвратили победу Путина, потому что они могли, конечно, взять Белый дом, но для этого они должны были убить некоторое количество тех, кто собрались там, а они по ряду причин не хотели этого делать, да? Если бы там не было людей, не было толпы у Белого дома, они бы востребил Белый дом, расстреляли Ельцин, вообще все бы сделано. Вот. Вот. Были. Такие люди были, да, которые готовы были рисковать жизнью. И путь не прошел. У царя таких людей не было, и монархия пала. У коммунистов в конце 80-х, начале 90-х таких людей не было, и пал Советский Союз. Вот мне кажется, что сейчас таких людей тоже нет, понимаете? Я вижу людей, которые ненавидят американцев. Я вижу людей, которые ненавидят латышей. Я вижу людей, которые ненавидят либералов, да, или там евреев, неважно кого, да? Но я не вижу людей, для которых вот наши нынешние власти, это реально там, понимаете, лидеры, вожди, за которыми я готов идти, которым я верю, там, и так далее. Вот этого у нас нет вообще. Когда страна живет по закону, когда правят те, кто побеждают на выборах, то и не обязательно это иметь. Понимаете? Это не обязательно иметь, потому что такая легитимность, идущая от закона, она важнее всего остального. У нас-то это не так, к сожалению, пока, пока не так. Я надеюсь, что будет так. Но не сейчас. Вот вы упомянули августовские события 1991 года. И согласно опросу в ЦИОМ, четверть россиян считает себя жертвами перестройки. И им, кстати, хотели даже назначить субсидии и льготы определенные по этому поводу. Согласны ли вы с таким определением, как жертвы перестройки, и что думаете вообще по поводу необходимости льготных условий для этой группы? Для кого? Для жертв перестройки? Ну, такая инициатива, по крайней мере, была. И в связи с этим, насколько я понимаю, был проведен опрос. Как вы оцените? Это ерунда полная, конечно. Ну, что значит? Есть люди, которые негативно оценивают этот период нашей истории. Конечно, есть такие люди, это совершенно нормально. Они и должны быть. Период, кстати, был очень тяжелый, поэтому странно, что только четверть. А пособия им какие-то платить, ну, цирк какой-то, ну, что им, да ну, бросьте. Ну, вот Виталий написал в WhatsApp жертвы государственного мошенничества. Так он этих людей обозначил. Да, что касается реформ и, может быть, не совсем. Понимаете, в чем дело? Государственное мошенничество действительно было. Это правда. Оно началось 25 октября 1917 года, когда группа преступников, бандитов захватила власть и стала рисовать народу сказки о светлом будущем. И они действительно, и весь наш народ, весь наш народ, весь народ империи, в том числе, в течение многих лет после аннексии латышеский народ тоже, да, или там народ Латвии, да, тех, кто жили в Латвии, были жертвами этого государственного мошенничества. Это правда. Это правда, к сожалению. Но, понимаете, поскольку жертвами были все, а преступники давно в могиле, то с этим ничего не поделось, надо только это преодолевать. Вот Латвия преодолевает по-своему, да, там, не берусь судить, что успешно, что нет, это ваше дело судить, да, не мое. А мы тоже стараемся как-то, ну, не очень удачно пока, как мне кажется. На ваш взгляд, переосмысление, если не в средствах массовой информации, то, по крайней мере, на площадках Ютуба, которые становятся уже в некоторых случаях даже более популярны, чем федеральные каналы, происходит сейчас? Что-то меняется в медийной политике, в такой информационной политике, может быть, в России? Да, в медийной политике, ну, пока мы в такой независимых, свободных ресурсах, складывается консенсус относительно неприемлемости существования того режима, который у нас сейчас есть. Понимаете, наш режим играет со страной в самую тупую в политике игру, в игру с нулевой суммой. То есть так получается, что выгодно стране, не выгодно правящему правящей группировке. То, что выгодно правящей группировке, это ущерб для страны. Вот так получается. Ну, вот смотрите, например, мы помогаем, мы как государство российское, помогаем этому самому картинному мужчине, Николасу Мадуру, начальнику Венесуэлы. По-видимому, от этой помощи есть какая-то выгода, я не знаю, Сечину, нашему нефтянику, я не знаю, кому. В общем, какая-то выгода кому-то есть. Но совершенно точно нет выгоды ни мне, ни моей семье, ни моим друзьям, ни моим согражданам. Совершенно точно нет. И вот понимание того, что это игра с нулевой суммой, что они работают на себя, не на нас, оно становится консенсусным. И поэтому консенсусным становится понимание необходимости смены этого режима. Что касается переосмысления прошлого, нет. Здесь ничего не происходит, к сожалению. Ну, или происходит что-то очень мало, явно недостаточно. А прошлое обязательно надо понять. Вот обязательно надо понять. Здоровый человек, здоровый человек, это же как здоровая нация, ну, гражданская нация, я имею в виду, здоровая нация должна все про себя понимать. Она должна на себя, на свое прошлое, как и человек, смотреть с открытыми глазами, понимаете, и видеть там и подлости, и преступления, и трусость, и героизм, и подвиги свои, и так далее. Все это надо видеть, но видеть надо все совершенно, понимаете, и к этому надо относиться. Мы не можем изменить прошлое, понимаете, мы не можем изменить там того факта, что у нас был страшный террор в стране, даже жуткий совершенно, развязан, да. Но у нас остается, как Виктор Франкл, австрийский психотерапевт гениальный, говорил, что у нас остается всегда, даже в концлагере, последняя свобода, свобода отношения к происходящему. Вот пока у нас отношение к происходящему такое, что, ну да, а зато мы построили великую страну, ну так мы и обречены, понимаете, мы идем все время по кругу и остаемся в том же тупике, по факту, да. Мы должны понять то, что произошло, как поняли немцы, между прочим, как поняли итальянцы, как поняли на самом деле очень многие, на самом деле, как я думаю, поняли латуши очень многие моменты, не одно из этих моментов собственной истории. Ну, не хочу в это вдаваться, опять же, не мое дело, это уж вам там виднее. Ну, говоря о переосмыслении, вы сказали о Ютубе, но не раз рассказывали о том, почему вас приглашают на российские ток-шоу федеральных каналов, вы говорили о происхождении, о косоглазии упоминали, что это им выгодно в определенном смысле, с точки зрения какого-то имиджа, оппозиции. Еще бы, еще бы. Ну, сегодня продолжаете принимать участие, кстати, в ток-шоу? Вы знаете, практически нет, они меня перестали приглашать. А с чем связано это, как думаете? Вы знаете, у меня есть такая нескромная точка зрения, что им со мной не справятся. Что они просто проигрывают. Понимаете, слишком много оказывается людей, которые видят, что я-то говорю правду. А вот эти клоуны, они врут. Понимаете, это многие видят. Это многие видят. Ну, я, может, даже, по-моему, вам говорил, что ко мне каждый день подходят на улицы люди и благодарят. Вот каждый день. Это, конечно, приятно очень, да? Но это же еще о чем говорит? О том, что люди как бы понимают, кто прав, кто не прав. Ко мне даже, знаете, там же аудитория такая сидит и хлопает по команде обычно, да? Прямо жестко по команде. И очень часто бывало, что, когда камеры выключаются, эти люди, которые хлопали моим противником и свистели на меня, подходят и говорят, ой, ну, вообще-то вы, конечно, правы. Мы, вообще-то говоря, за вас там. Ну, и так далее. Понимаете? Вот. Ну, я же говорю очевидные вещи. Понимаете? Очевидные, я ничего такого нового не говорю. Я просто озвучиваю, ну, когда меня звали, может, если будут еще звать, я буду еще это говорить. Я говорю то, о чем люди думают, но не имеют возможности сказать, понимаете? Вот. И для них важно услышать собственные мысли с экрана и важно понять, что они не одни. Вот это, так сказать, была моя миссия. Будет ли она продолжаться, зависит не от меня. Будут звать, будут уходить. У нас звонок, примем его. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да, здрасте. Господин Гозман, очень легко вести, так сказать, вот эту вашу пропаганду с точки зрения, так сказать, когда вам, как сегодня, вопросы вообще не задают. А вот вопрос такой. А не кажется ли вам, что вас подвращают на телевидение просто потому, что вы просто уже стали неинтересны никому? Спасибо. Спасибо. Понятно. Значит, ну, во-первых, мне кажется, что Анна и Вадим мне вопросы задавали. Вот. У меня сложилось такое ощущение, возможно, иллюзорное вам, конечно, виднее. Вот. Значит, вы знаете, я думаю, что вы не правы. Я думаю, что меня не зовут или стали меньше звать. Не поэтому. Я сужу вот почему. Когда я там все-таки появляюсь, да, то большую часть времени вся эта группа уважаемых экспертов, приглашенных на телевидение, кроме меня, а также ведущих, они общаются именно со мной. Они мне возражают, они на меня наезжают, там, и так далее. Как-то вот так получается, что, там, сказать, вот их, допустим, 10 человек, я один, но половина времени все равно моего, да. То есть я думаю, что это означает, что я, ну, понимаете, слово интересен, трудно сказать, я не знаю, правильно ли оно, но пока я вызываю какие-то эмоции по отношению к себе. А еще мне в общем говорили, что, ну, я не могу это проверить, там, мне говорили сотрудники телевидения, что передачи с моим участием имеют более высокий рейтинг. Вот. Это, конечно, связано не с тем, что я такой великий, а с тем, что я говорю не то, что у них принято говорить, вот, а говорю что-то другое, но людям становится интереснее. Вот и все. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Леонид Годман у нас был сегодня на прямой связи. Программа «Обаня» доступен. Эфир провели. Да, Вадим Родионов, Анна Смирнова и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо.